Алексей, расскажите, пожалуйста, зачем почти за две недели до старта основной дублирующей экипажей улетают на Байконур? После сдачи комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов экипажи улетают на Байконур для того, чтобы приступить к заключительному этапу перед полетом, так называемая предстартовая подготовка. То есть здесь уже непосредственно на космодроме Байконур продолжаются тренировки по ручным режимам, также постоянно на протяжении всего этого периода начинаются и продолжаются вестибулярные тренировки. Это тренировки на ортостолах, на кресле. Помимо этого проходят различные конференции, какие-то рефреши, то есть экипаж приводит в порядок борт-документацию. Здесь ее получают, это та борт-документация, с которой экипаж непосредственно будет пользоваться во время полета, переносит какие-то заметки из старой борт-документации, приводит в соответствие. Также здесь происходит финальный этап по упаковке и укладке на борт корабля личных вещей. Это вот тот килограмм личных вещей, которые космонавты могут с собой взять в полет. Ну и самое главное, что по приезду сюда на Байконур экипаж непосредственно проверяет тот корабль, на котором предстоит полет. То есть это две примерки. Если выявляются какие-то недостатки, есть какие-то вопросы, которые можно решить, то есть это все после первой примерки озвучивается. И вторая примерка, тоже финишная примерка, когда все эти замечания или какие-то просьбы проверяются, чтобы это все было выполнено. В принципе, всегда так и происходит. То есть у нас были незначительные просьбы, которые во время второй примерки мы посмотрели, что все наши просьбы удовлетворены. То есть корабль полностью готов. Мы посмотрели, как будут уложены грузы в бытовом отсеке. Те грузы, которые наш корабль помимо нас доставит на борт Международной космической станции. Вот все вот эти вот вещи, они как раз и входят в эту предстартовую подготовку. Вот как раз вы про грузы заговорили. Что вы везете своим коллегам? Получили вы, например, заказ от Юрия Ивановича Малевиченко, который сейчас там несет вахту. Ну, Юрий Иванович звонил мне несколько раз, сказал, что ждет нас. Также от его родных, близких, знакомых, родственников я везу Юрию Ивановичу несколько писем. Я думаю, ему будет очень приятно. Что вы сейчас чувствуете? Какие ощущения у вас превалируют? Это колоссальное чувство ответственности, как у командира экипажа. Чувство гордости, что вы уже практически у своей цели, которые долго, упорно шли. Или ощущения, которые присущи простому человеку, это чувствуют тревоги, безусловно, перед стартом. Ну, все эти чувства, наверное, имеют место быть. Я чувствую, что моя мечта сбылась, наверное, когда мы уже сядем в корабль, когда ракета взлетит. И после того, как мы пристыкуемся к международной космической станции, откроем люки, перейдем на борт станции, и, наверное, тогда можно будет сказать, что да, действительно, то, к чему я шел все это время, к своему первому полету, то есть эта мечта сбылась. Ну, а сейчас остается все меньше и меньше времени. Я, в общем-то, спокоен достаточно, с нетерпением жду, что скоро все должно произойти. Так трудно быть космонавтом? Я не считаю, что трудно быть космонавтом. Космонавтам это интересная, насыщенная, достаточная работа, много тренировок интересных проходим. Это очень интересно. Спасибо. Спасибо.